Побывать на главной ёлке нашего города – это настоящая награда. Ведь приглашаются на неё не все, а лишь те, кто трудился, развивался и всячески проявлял себя. 175 детей в возрасте от 7 до 12 лет, лучшие из лучших в области культуры, спорта и образования, смогут принять в ней участие. Посмотреть спектакль новогодний и получить подарок от главы города Нефтьюганска. Но прежде чем получить подарки, детям нужно принять участие в спектакле. В этом году школьники помогали Вовке спасти Деда Мороза и Снегурочку, которых забрал обиженный Кощей. Помогали им три сестры Еги и царевна Несмеяна. Последним и самым ответственным заданием стали новогодние загадки. Зимой и летом одним цветом. Не нужны мне ваши подсказки. Сам ответ знаю. Зимой и летом одним цветом. Это лягушка. Было нелегко, но победа оказалась в руках ребят. Дед Мороз и Снегурочка спасены. И вот уже все герои поздравляют школьников с Новым Годом. Звучит праздничная песня. А Дед Мороз домой летом не придет. Он ждет зимы и грустно вздыхает. Но наступил Новый Год. И все вздыхает вокруг и сияет. Кроме сказочных героев, ребят поздравила глава Нефтьюганска Эльвира Бугай. Дорогие ребята, поздравляю вас с самыми замечательными праздниками. Новый Год и Рождество. Пусть сегодняшний день будет для вас самым ярким, радостным событием уходящего года. Анастасия пришла на елку не первый раз, но все равно искренне наслаждалась. Она поет, хорошо учится и участвует во многих Олимпиадах. Поэтому приглашение не стало неожиданностью. Для меня Новый Год это какое-то счастье, веселье. Я его с каждым годом жду. И жду, конечно же, подарок. Это каждый ребенок, подросток хочет, чтобы у него на Новый Год был подарок. Вместе с ребятами прониклись новогодним настроением и участвовали в спектакле Екатерина Валакина, Дмитрий Смирнов, телерадио компания «Юганск».